МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День памяти воинов-интернационалистов. Магнитогорцы вспомнили тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества. Просрочка теперь не пройдет. В Магнитогорске тестируют систему, которая автоматически блокирует продажу продуктов с истекшим сроком годности. Плечом к плечу с верой в успех. В Магнитогорске впервые прошел один из раундов первенства России среди юниоров по баскетболу. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Работы по обустройству второй очереди городского курорта притяжения идут полным ходом. На территории площадью 90 гектаров уже в ближайшем будущем появится масштабное озеро с многоуровневым каскадом и видовым мостом. Украсят локацию прогулочные, пляжные и пикниковые зоны. Особый шарм в обустройство территории внесут строение в виде кристаллов. Более подробно о грандиозном проекте и его поэтапной реализации расскажет Евгения Салахудинова. Уникальная возможность для съемочной группы сначала проехать, а затем и прогуляться по дну будущего большого озера – одного из самых масштабных объектов строительства второй очереди городского курорта притяжения. Здесь трудятся специалисты компании-подрядчика из Уфы. В работах задействовано порядка 200 человек. Это рабочие и инженерные кадры. Работают 22 единицы техники. Глубина водоема, согласно проекту, составит порядка 6 метров. Сейчас ведутся активные работы по обустройству дна. Формируется так называемый пирог. Пирог – это готовится пищадное основание, укладывается дренажный материал, стабимат. Это дренирующий в виде губки материал. По нему укладывается геомембрана. Это как раз-таки тот разделительный слой, который будет удерживать воду от проникновения ее в землю. Последующие слои – это разделительные слои, песок и щебень. Дно у вас будет по озеру сформировано как раз-таки из песка и щебня. Искусственный водоем расположен на участке с активным перепадом рельефа. Он будет разделен на две функциональные зоны. Перепад высот между зеркалом верхнего и нижнего водоемов сформирует естественный многоуровневый каскад. Большое озеро в перспективе представит собой замкнутую экосистему со своей флорой и фауной. Его емкость составит 212 кубических метров. Залив воды первый начнется где-то, наверное, в середине апреля, ближе к майским праздникам. Это первая заливка воды, чтобы прижать дно и саму мембрану, чтобы ее не подавлила готовая вода. И уже в дальнейшем приступать где-то в июне к наполнению озера, то есть на наполнение водой нам потребуется где-то полтора месяца. Водоем украсит видовой мост. Серьезное многотонное сооружение. Он будет надежным и выдержит серьезные нагрузки. В то же время гостям городского курорта мост будет казаться невесомым, словно парящим в воздухе. Сейчас работы ведутся по монолитным конструкциям уже непосредственно пролетных строений моста. Из 18 опор у нас уже сделано 16 опор мостового сооружения. Сейчас завершаем работы по последней угловой опоре. Готовая опалубка и армирование на два пролетных строений из пяти. Приступили к третьему пролетному строению. И мост, и каскад украсит динамическая подсветка. С моста будет удобно любоваться территорией притяжения. Обзор с прогулочной зоны откроется на 360 градусов. Находясь в верхней точке моста, будет прекрасный вид на весь парк. Единственное, что мы не сможем увидеть, это вершину Бедового холма, который на 30 метров будет выше. При образеции вся территория вокруг озера, на участке будет организовано большое количество локаций для проведения разных мероприятий, просмотра представлений на летней сцене. Будет обустроен пляж, появятся пикниковые зоны. Одна из таковых расположится на острове посреди озера. Сейчас находимся на острове. Технические сооружения, это была насыпь по существующему грунту из местных грунтов. Сформировано укрепление береговой части. С точки зрения техники, готовятся пешеходные дорожки на сваях, на буронабивных. Монтируется металлокаркас, по нему укладывается настил из лиственницы. Объект Большое озеро получится по-настоящему масштабным. Его площадь составит 12 гектаров. Если же говорить в целом о строительстве второй очереди городского курорта, то оно ведется на площади 90 гектаров. В данный момент выполнена работа по вертикальной планировке территорий. Идет прокладка инженерных сетей и коммуникаций. Завершается отсыпка видового холма высотой 36 метров. Открытие объекта второй очереди планируется в день металлурга. Продолжаем программу. Сохраняют боевое братство, вспоминают тех, кого уже нет. И спустя годы помнят о том, как воевали в Афганистане. 15 февраля в России отмечается День воинов-интернационалистов. Магнитогорские ветераны боевых действий, а также родственники погибших при исполнении служебного долга бойцов, по традиции собрались на торжественный митинг и возложили цветы к памятнику на Левобережном кладбище. Этот День памяти воинов-интернационалистов появился в России лишь в 2010 году в знак уважения соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине во время участия в боевых действиях за пределами страны. Однако для тех, кто когда-то держал оружие в руках, важны вовсе не календарные цифры. Спустя десятилетия они хранят верность друг другу и память о службе. Константин Щукин попал в Афганистан, будучи солдатом-срочником в 1981 году. Тогда юноша грезил армией и мечтал быть десантником. Я в принципе журнал, что эта война есть, целенаправленно готовился, у меня уже были прыжки. Здесь в школе я сделал три прыжка, чтобы попасть непосредственно в десантные войска. И когда подошло время призыва, я сам приходил в военкомат и говорил, что только в десантные войска. Ну а когда сказали на призывном пункте, что мы все пропадем в Афганистан, то есть как бы никакого не было даже мысли, чтобы отказаться. В общем, было желание, да, нужно попробовать себя. Совсем недавно Константин вновь оказался в зоне боевых действий, ушел добровольцем СВО. Сегодня, как и десятки боевых товарищей, ветеран вспоминает тех, кто так и не вернулся с поля боя на митинге. Впервые его провели в сквере Патриотическом, где почтили минуты молчания погибших бойцов. А вот возложение цветов по традиции состоялось у памятника воинам-интернационалистам на Левобережном кладбище, куда также прибыли ветераны и родственники участников войны в Афганистане. Огонь! Заря! Жай! Огонь! Нина Юрченко в той войне потеряла сына. Вадим был активистом в школе, отлично учился в училище и хотел поступить в институт. Однако выбор сделал в пользу службы в армии. Надо было только сходить на собеседование по химии. Он сказал, мама, я пойду служить. Все нормальные мужики служат в армии. Приду и поступлю учиться. 37 лет, 38 год. Это никогда не утихает. Пока я буду жить, так и будет. Память о Вадиме Юрченко сегодня хранится в музее ветеранов Афганистана. Фотографии, письма и личные вещи – теперь часть экспозиции. Ильдар Габдрахманов волей судьбы оказался в той же бригаде, где служил земляк, но через несколько лет. Когда попал в бригаду, в этот батальон, мне уже сказали, что именно вот такой-то там, что именно, ну, манитогорцы погибшие есть. У нас как бы с нашей бригады четверо погибших. Именно с манитогорцев нашей бригады. Я раньше об этом не знал, когда стал изучать эту историю, смотреть кто где, откуда. И уже понял, что в 56-й бригаде, наверное, больше всех погибло манитогорских парней. Сегодня Ильдар Фаритович – один из руководителей музея, где бережно собирает артефакты локальных войн. Есть и особо ценные и дорогие сердцу экспонаты. Такая мина, как бы для меня, когда я ее смотрю, всегда в Афганистан вспоминаю. Почему? Потому что она весит 16 килограмм. И постоянно надо было таскать, перегружать, возить с собой и заряжать. Но механико-водителям у меня не получилось, кстати, в Афганистане, потому что были опытные такие, скажем, старше меня. Меня взяли на боевые уже заряжающие. О своем боевом опыте теперь не только вспоминает со служивцами, но и проводит экскурсии и уроки мужества для подрастающего поколения. И уже в восьмой раз готовится к поездке с гуманитарным грузом в зону СВО. Елена Старостина, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Свои работы представили десятки участников. Участников в Магнитогорске состоялся традиционный городской фестиваль по робототехнике «Робофест». В нем приняли участие дети в возрасте от 6 до 16 лет. Лучшие инженерные решения юных конструкторов. Изобретатели оценили компетентные сути. Городской фестиваль по робототехнике в городе проходит ежегодно и традиционно. Площадкой для его проведения становится школа номер 10. Юных участников со сцены приветствовали организаторы. Я желаю, чтобы вы посмотрели, что могут другие. Показали, что вы можете сами. Пусть победит, конечно же, сильнейший, но каждый из вас, находящийся, который находится здесь в зале, уже большие молодцы. В этом году поддержку соревнованиям оказали в том числе предприятия ММК «Метис» и молодежная общественная палата «Магнитогорска». Хочу вас пожелать так же, чтобы ваши роботы не боялись нашей судейской коллегии, как это всегда иногда бывает. Хорошей судейской коллегии, справедливого судейства. И победит сильнейший. Участие в робофестивале приняли более 50 команд, участникам от 6 лет до 16. Тема состязания энергетика, то есть проекты, должны демонстрировать эффективные способы использования энергии или ее получения. Номинаций было определено 6. Это проекты, то есть творческий подход, исследование каких-либо вопросов и представление своего результата в формате проекта. С другой стороны, это решение технических задач. Когда перед роботом, а значит перед командой стоит какая-то проблема. Преодоление препятствий, прохождение квестов, создание инженерных проектов, в поле для творчества и реализации идей было широкое. Воспитанники детско-юношеского центра «Максимум» представили проект под названием «Молочный завод». Эта машина моет баночки, а потом уже наливает туда молоко. Механическая рука берет эти баночки и переставляет их на стол. Ребята продумали все до мелочей, от производства до транспортировки. Не менее кропотливой была работа учеников школы номер 10. Над проектом они трудились в течение нескольких месяцев. Это производственная линия по производству гаек для музея МК Метис. Она состоит из нескольких этапов производства. То есть нагревательная печь, тут есть пресс для штамповки заготовки, фрезеровка и омывка деталей химическими веществами. А это еще одна команда 10-й школы и еще одна производственная линия ММК Метис. В соседнем зале участники представили проекты, которые требовали умения решать технические задачи. Денис Егоров занимается лего-конструированием в течение трех лет. Сегодня вместе с напарником успешно запрограммировал робота на прохождение квеста. Сегодня я должен был своим роботом проехать по линии и определять цвета. В зависимости от цвета поворачиваться налево или направо. Каждый из участников должен был доказать судьям практическую пользу проекта. Оценивали конкурсантов, обращая внимание на детали. Я считаю, что уровень детей такого возраста – это очень хорошее начинание, поскольку инженерное мышление в таком возрасте формировать очень важно и нужно. Члены жюри определили лучших из лучших по каждому направлению. Все победители в номинации «Кар» поедут в марте в Челябинск на региональный этап соревнований. «Новое дыхание» под таким названием в городе состоялся первый конкурс – фестиваль юных музыкантов, исполнителей на духовых и ударных инструментах. Творческое состязание прошло в Доме музыки при поддержке Управления культуры города и объединило около 50 юных музыкантов. Чем запомнился конкурс – расскажем далее. Серафиму Бушланову 7 лет. Мальчик занимается в камертоне. Для юного музыканта это второй конкурс. Признается, перед выходом на сцену волнуется, но точно знает, что необходимо для успешного выступления. Надо староваться, надо учить. Семилетний Лев тоже играет на блокфлейте. Он занимается в Доме музыки и с удовольствием изучает нотную грамоту. Потому что это оно интересно. Оба юных музыканта приняли участие в городском конкурсе фестиваля «Новое дыхание». Творческое состязание провели в двух номинациях – солисты и ансамбле. На сцену вышли около 50 юных музыкантов из разных детских школ искусств города. У нас давно была такая идея, чтобы встретить все музыкальные школы города в одном месте, чтобы каждый услышал другого, так скажем, исполнителя, чтобы ребята посмотрели уровень других школ. Конкурс организовали среди исполнителей на духовых и ударных инструментах. И если первая группа способствует развитию дыхания, то вторая развивает координацию, развивает чувство ритма, чувство музыкальности. Во время конкурса юные музыканты исполняли различные произведения на флейте, кларнете, саксофоне, гобое, альте, волторни, ксилофоне, барабане. Выступление оценивал компетентное жюри. В его составе профессор Матогорской государственной консерватории Иван Капитонов. Конкурс – это большая радость для духовиков всей России, не только Челябинской области, не только города Магнитогорска. Мне на протяжении моей жизни пришлось просидеть в качестве члена жюри и председателя жюри 50 лет. Выпускники наших музыкальных школ, колледжей, консерваторий во всей России и за границей работают. По итогам конкурса победителям присвоили звание и вручили дипломы лауреатов разных степеней. Ольга Аникина, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». Другим темам. Чистая прибыль. Сотрудница одного из городских предприятий вынесла с места работы средства гигиены на сумму 1 миллион рублей. Рулоны туалетной бумаги, литры жидкого мыла, бумажные полотенца и комнатные кондиционеры она методично присваивала в течение двух лет. Однако реализовать все награбленное женщина не успела. Подробнее далее. Свою преступную деятельность одна жительница Магнитогорска вела в течение двух лет с начала пандемии предприятия, на котором она работала, получала для сотрудников средства гигиены. А так как многие специалисты были на удаленке, раздавать их было некому. И тогда женщина, которая находилась в должности распределителя работ, решила присвоить все себе. 54-летняя жительница нашего города с апреля 2020 года по сентябрь 2022 года занималась тем, что похищала средства гигиены с одного из предприятий. Сотрудниками было установлено, что причиненный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Туалетную бумагу, жидкое мыло, бумажные полотенца и комнатные кондиционеры подозреваемая методично вывозила на личном автомобиле. Предприимчивую жительницу Магнитогорска вычислили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Все имущество она хранила в двух гаражах. Один, который принадлежал непосредственно ей, а второй был арендован. Часть похищенного имущества она успела реализовать представителям ресторанного бизнеса города Магнитогорска. Остальную часть сотрудники полиции вернули предприятию. Женщина призналась, таким образом она планировала обеспечить себе безбедное существование после выхода на заслуженный отдых. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Евгения Солхудинова, Георгий Бадаев, Телекомпания, ТВИН. Правобережный суд обязал Круганскую мебельную фирму выплатить почти 300 тысяч рублей Магнитогорцу. Он заказал кухонный гарнитур, однако компания не выполнила заказ в срок. Теперь за это продавец должен будет вернуть заказчику предоплату, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Подробности далее. По материалам суда, Магнитогорец заключил договор на поставку кухонного гарнитура ещё летом 2022 года. Его полная стоимость составляла почти 227 тысяч рублей. Мужчина заплатил аванс в размере 115 тысяч рублей, однако в оговорённый договором срок 45 дней заказ так и не пришёл. Продавец не доставил его и позже. Более трёх месяцев Магнитогорец прождал гарнитур, а после обратился в суд. Эфемида встала на сторону покупателя. Решением Правобережного районного суда города Магнитогорска 1 февраля 2023 года удовлетворены исковые требования потребителя. Сообщество с ограниченной ответственностью, мебель ВД, взысканные денежные средства, уплаченные по договору купли-продажи, неустойка за нарушение срока выполнения работ, компенсация морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя. На общую сумму 292 тысячи 500 рублей. Приговор вступает в силу через 30 дней. Сейчас же продавец может обжаловать решение суда. Если же мебельная компания всё-таки выплатит деньги, то это можно назвать счастливым финалом. Обычно в таких делах существует множество подводных камней. Например, поставщик может сослаться на нехватку финансов. Всё зависит от финансовой возможности должника. Если у должника имеются какие-то расчётные счета, где есть необходимая денежная сумма, конечно, судебные приставы будут это взыскивать. Ежели этой суммы нету, то работа судебных приставов заключается в том, чтобы найти имущество, из которого можно получить это взыскание. И как оно будет исполнено единовременно, либо в час по чайной ложке, здесь уже не предугадаешь. Чтобы избежать возможных проблем в объединении защиты прав потребителей, советуют внимательно читать договор. В первую очередь в нём должны быть указаны три вещи – предмет договора, цена и сроки. Если это мебель, то должен быть приложен эскиз изделия с размерами и характеристиками. Обязательно реквизиты продавца, юридическое наименование и ЕНН. Без них обращения в суд не принимают. Если нарушаются сроки по изготовлению товара, то закон предусматривает неустойку 3% за каждый день просрочки и ограничивает уже стоимостью непосредственного самого договора, либо той части работы, которая не выполнена. У потребителя при возникновении такой ситуации, то есть есть два способа защиты – либо досудебный порядок урегулирования и выставления требований, допустим, о возврате суммы и расторжения договора, либо сразу можно идти в судебную инстанцию. Ну и чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, лучше обращаться к проверенным производителям и отказаться от выплаты аванса продавцам. Павел Берсеньев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. В России начался эксперимент по блокировке продаж просроченных продуктов. Постановление о его запуске подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Отслеживать просрочку будет система маркировки «Честный знак», которая автоматически установит запрет на ее продажу. О том, как проходит внедрение новой технологии в Магнитогорске, расскажем в следующем материале. Для того, чтобы посмотреть, как работает эксперимент, мы взяли продукцию, уже снятую с полок с истекшим сроком годности. И сейчас проверим, как в реальности работает система «Честный знак». И пакет сливок, и детский творожок промаркированы штрих-кодом системы «Честный знак». После его сканирования кассовый аппарат передает код в информационную систему мониторинга. Она и проверит срок годности товара. Если он истек, продажа становится невозможной. Извините, данные товарные позиции мы, к сожалению, вам отпустить не можем по техническим причинам. Эксперимент по предотвращению продажи просрочки проводится для того, чтобы обкатать механизм обмена данными о маркированной продукции между магазинами и системой мониторинга «Честный знак». Если он успешно завершится, то продукцию с истекшим сроком годности будут блокировать кассовые аппараты со специально разработанным программным обеспечением. В качестве экспериментальных товаров, с которыми система будет проходить обкатку, выбрали ряд молочных продуктов, бутылированную обычную и минеральную воды, пиво и несколько видов слабоалкогольных напитков. Будет также протестирована возможность блокировки продаж незаконно введенной в оборот табачной продукции и электронных систем нагрева табака. В Магнитогорске одна из торговых сетей начала тестировать данную технологию с конца прошлого года. Ее представители уже заявили, что участие в программе магазину выгодно. Мы всегда уделяем внимание контролю качества и безопасности продукции. Сотрудники ежедневно проверяют сроки реализации продукции и товары с истекшим сроком годности снимаются с реализации. Новое решение на базе системы маркировки «Честный знак» подстраховывает сотрудников и позволяет полностью исключить человеческий фактор и не допустить продажу просроченного товара. Таким образом, система станет своеобразным гарантом качества для покупателей. Это хорошая программа. Здоровье всегда дорого стоит. Просто на этикетке все-таки нужно обращать внимание, особенно вот на фасованный товар. Там же все отражается, сроки хранения, все. Очень много просроченного продают. Везде есть. И на рынках, и в магазинах, и в частных, и в сетевых. Везде такое есть. Конечно, страшно, когда детям это попадает. Это же у них и рвота, и понос, и все, и больницы заканчивается все. Поэтому очень хороший классный эксперимент. По подсчетам Министерства промышленности и торговли России, по итогам 2022 года на прилавках магазинов было выявлено более 43 миллионов случаев продаж просроченной молочной продукции. Поэтому к реализации данного пилотного проекта был подключен Роспотребнадзор, который будет следить за ходом эксперимента. Все нарушения, которые будут совершаться участниками оборота продукции, будут поступать в автоматическом режиме в систему «Честный знак» и отслеживаться сотрудниками Роспотребнадзора для принятия решений в отношении участников рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Роспотребнадзоре отмечают, автоматизация блокировки продукции с истекшим сроком годности должна повысить продовольствие на безопасность страны и защитить граждан от покупки некачественной и опасной для здоровья продукции. Продлится эксперимент до 31 августа и пока будет проходить на добровольной основе. Татьяна Артеменко, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН О новостях спорта через несколько секунд. Почетно и ответственно Магнитогорск впервые принял один из раундов первенства России среди юниоров по баскетболу. Нашим парням компанию составили ребята из Алтайского края, Мурманской и Вологодской областей, а также из Иркутской и Березняков. О выступлении нашей команды и новом курсе развития баскетбола в городе расскажем далее. Плечо к плечу с верой в собственный успех. Еще недавно эти юные спортсмены занимались в разных командах города. Однако в этом сезоне все стали новым коллективом, защищающим цвета баскетбольной команды «Металлург Динамо». В этом году, в начале года в баскетболе, в принципе, в Магнитогорске произошли большие изменения. В администрации города была презентация, там присутствовал президент баскетбольного клуба Ласьков, который заявил о том, что в этом году мы начнем усиленно развивать именно детей, и чтобы в местной команде играли местные игроки. Что такое выходить на родном поле перед своими болельщиками, не понаслышке знает Максим Синельников, в прошлом игрок и капитан Магнитогорского «Металлурга». Именно он этим летом возглавил юношескую команду. Некоторых ребят я уже веду, которые в моей группе в спортивной школе. Поэтому я их всех знаю, в принципе, у нас город небольшой, да, все веду. Это всегда залог такой и зрительского успеха, и вообще очень приятно, когда местные игроки выступают за родной клуб, больше людей приходят, и от этого все выигрыши. Основу команды составили юноши 2005 года рождения, однако большая часть – более юные спортсмены. Задача клуба – взрастить из своих ребят, профессиональных игроков для команды мастеров. На данный момент в системе баскетбольного клуба порядка шести команд. Это основная команда, которая играет в высшей лиге 5 на 5, это команда 3 на 3, которая играет сейчас в чемпионате России. Это два дюбла – женский и мужской, и две студенческие команды, которые выступают тоже в студенческой лиге РЖД под патронажем МГТУ. Поэтому вот эти все шесть команд, они сейчас наши обойми. Мы стараемся максимально работать сейчас на местных воспитанников. Один из успехов этого сезона – впервые проведение этапа первенства России. В «Магнитке» уверены, такое событие почетно и ответственно одновременно для всех, но в первую очередь для юных спортсменов. В целом для ребят это очень хороший опыт, так как ребята каждую игру нестабильны, они не могут показывать стабильный баскетбол на протяжении всего матча. Мы работаем над этим, смотрим у кого какие провалы и стараемся исправлять ошибки. По регламенту турнира команды провели по пять матчей. Лишь в двух из них магнитогорские баскетболисты одержали победы. Теперь «Металлург Динамо» ждет новое распределение в подгруппах и участие в следующем этапе первенства страны. Всего доброго и до встречи!